Виноват ли Суркис в том, что Динамо сейчас плохо играет. Грёбаный коронавирус. Ну, драку помню, но зашло. Это прям до крови было, да? Не, ну... Саурдалом! Саурдалом, ойгэ! Я трогал суперкубок Грузии, ребята. Мне понадобится месяца три, чтобы сбавить... Вот! Вот! Давай-давай, Лёва! Команда с маленького района Тбилиси выигрывает чемпионат Грузии. Некоторые футбольные соревнования сейчас проходят без зрителей. Но мы на позитиве. Ведь игры всё ещё показывают по телеку и в твоих гаджетах. Главное, не паникуй. Всё будет отлично. И поспеши в комментарии для того, чтобы освоить 2500 гривен от наших друзей Паримач. Всё будет хорошо. Гамарджоба любители! За моей спиной Тбилиси, столица Грузии. Маленькой, не очень богатой, но очень гордой страны. Мы приехали сюда, чтобы показать вам, как простые грузинские парни пробиваются к мечте однажды сыграть в основном составе Мадридского Реала или Баварии. Ну а кое-кому всё-таки удалось пробиться в европейские топ чемпионаты и к одному из таких людей прямо сейчас мы идём на встречу. Смотрите, я вам объясню ситуацию. Мы пролетели из Киева на трёх. На три дня мы должны были сняться с Георгием в первый день позавтракать. Первый день позавтракать не удалось, второй день пообедать не удалось. Вот сегодня третий день, последний, и мы ужинаем. Спасибо тебе, Георгий! Главное, чтобы последние впечатления остались. Давай пока нам кушать принесут, ты в Тбилиси живёшь, да? Сколько сыну лет? Сколько тебе лет? Нормально? Еще у меня девушка. Сколько лет? Три. То есть вы уже родились здесь в Тбилиси, когда ты уже переехал? Да, в Тбилиси. Ты за кого болел? За Динамо в Тбилиси? Ну, для каждого футболиста маленького, конечно, мечта играть за Тбилисское Динамо. Ну, большинство детей. Ты в Тбилиси сейчас чем занимаешься? Я руководитель Академии. Академии какого клуба? В Миране. У тебя в карьере было такое, что ты был президентом клуба, правильно я понимаю? Что такое президент клуба в Грузии? Это человек, который инвестирует в клуб или это назначаемая должность? Ты свои деньги вкладывал в карьеру? Нет, извиняюсь, но сейчас в Грузию вкладывать деньги тяжеловато. Сейчас государство вкладывает. Признай, что значит? Должен найти спонсора, футболистов. Ну, как везде. Вот сейчас ты можешь, как никто, наверное, понять сейчас Суркисов. Ты следишь за украинским футболом? Ты знаешь, что в Динамо проблемы, что Динамо не может выиграть чемпионат уже очень давно, да? Ну да. Что Динамо покупает слабых легионеров, что во всем обвиняют Суркисов. Ну, чего обвинять Суркисов? Вот, я хочу понять, ты как бывший президент клуба, ты можешь понять, зависит ли от президента то, как играет команда? Или это зависит от тренера? Ну, знаешь, от всех зависит. От президента зависит, от тренеров, от тренерского штаба и от футболистов, конечно. Ты мне хочешь сказать, виноват ли Суркис в том, что Динамо сейчас плохо играет? Нет. Чего не хватает Динамо Киев? Что было во времена, когда ты играл? Почему Динамо играла вот так, а сейчас Динамо не играет? То есть не хватает Лобановского? Нет. Ну, конечно же, для украинского футбола, для всемирного футбола не хватает таких тренеров, как Лобановский. Но обвинять во всем Суркисов, это как-то непрофессионально, некорректно. Ну, как бы это его проект, знаешь, вот он инвестирует, он руководит. У него есть рычаги влияния, но абсолютно во все в клубе. Он инвестирует, большие деньги тратит, это хорошо. Но последние годы Шахтер посильнее. По набору футболистов. У Шахтера сильные футболисты и классные футболисты. Еще командная игра у Шахтера, у стратегии. Вообще, Шахтер играет хороший футбол, один из лучших во всем в Европе. У них налаженная игра, они хорошо контролируют мяч. И, конечно, исполнители более сильные, чем у Динамо. Это надо сказать. У Суркиса раньше были исполнительно сильнее, чем у Шахтера. Да, конечно. Когда ты играл, когда ты играл Шевченко, Ребров, были крутые легионеры. Был Хацкевич, Каладзе. Сумасшедшая команда была. А сейчас, почему? Нельзя сейчас покупать таких же крутых легионеров? Да, но изменились времена, цены выросли. Может, у Динамо нет таких денег, как у Шахтера? Да. И это влияет, да? Гораздо больше. Шахтер, он покупает игроков за 5-6 миллионов в Бразилии, которым 19, 18 лет. Я не думаю, что они больше платят за звезды, которые появляются в Бразилии или в Латиноамерике. Да? Гораздо больше платят. Но и они за большие деньги и продают. Да, да. Ошибочная политика Шахтера минимальная. Но она есть. Это у всех есть. Домашняя арена тбилисского Сабуртало. Мстадион имени великого грузинского футболиста Лионеля Месси. Нет, конечно, Михаила Месси. Именно здесь сегодня должна была пройти игра между Сабуртало и Динамо Тбилиси, на которую мы, собственно, и прилетели. Но гребаный коронавирус. Потенциальные соперники сборной Украины на Евро 2020, кстати, тоже должны были играть именно на этой арене. Но... Стадион имени легенды грузинского футбола Михаила Месси. Вмещает 25 тысяч зрителей. Основан в 2001 году. Домашняя арена Сабуртало. И... Вот там находится фан-сектор, который топит за этот клуб каждую игру. Матчи чемпионата Грузии посещают очень мало людей. Но когда Сабуртало играет на Евро арене, этот стадион забит под завязку. Именно на этом стадионе Сабуртало выиграл исторически для себя чемпионат. Только представьте себе, команда с маленького района Тбилиси выигрывает чемпионат Грузии. Субтитры добавил DimaTorzok мы прогулялись с вами по чаше стадиона и единственное что осталось наверное поговорить немножко с президентом клуба сабурталу и сделаем это абсолютно безопасно со смартфончик а гамар джоба тарел скажите в каком состоянии футбол в грузии сейчас и были какие-то существенные изменения за последние 10 лет хочу поблагодарить вас за окаженное внимание это нас очень радует что за пределами грузии уже сабурталу стало брендом и я думаю что это только начало хорошей истории надеюсь что мы еще часто будем встречаться любительном футболе украины хочу приведать передать привет и свое уважение самое главное это то что новое руководство начало наводить порядок грузовском футболе и годами накопленные проблемы договоренных матчей несправедливые отношения к разным клубам несправедливые распределения финансовых ресурсов она стала частью истории и новые реформы ждали возможности проявить многим командам и появился желание у инвесторов кладывать грузовский футбол уже у нас существует пятый лиг из них два профессиональных и самое главное очень много инвестиций детской футболе абсолютно недавно сабуртала играла в первой лиги чемпионата грузии как вам удалось за столь короткое время взлететь высший дивизион грузинского чемпионата это раз и выиграть его буквально за несколько лет то что касается сабуртала я хочу кратко сказать еще и отметить самое главное то что залог нашего успеха это и идея который нас объединила а идея заключается заключается в том что 20 лет тому назад собрались единомышленники и они организовали маленькую футбольную школу спустя пять лет я вместе с моим партнерами присоединяются к этому проекту и у нас всегда была мечта сделать футбольную школу и вот 2005 года мы начали на первый проект изначально мы выбрали одну команду это были девяносто третьего года рождения футболисты который сейчас оставляет основной косяк национальной сборной после того как мы убедились в правильности нашей идеи мы уже взяли за делом более масштабно сделали уже футбольную академию и после этого уже создался профессиональный клуб и сейчас все знают что мы в принципе написали новейшую историю грузинского футбола в том смысле что воспитанники нашей академии стали победителем первой лиги и потом 17-18 летний футболисты получили право выступающей лиги и потом уже буквально за три года мы стали чемпионами страны и обладателем кубка и суперкубка смотрите грузия достаточно небогатая страна футболе нет тут миллиардов долларов вы можете назвать сейчас только прошу вас сделать это максимально откровенно и с цифрами бюджет клуба с аборталов но одно могу сказать что что нужен датолог уровне чтобы биться лидерами чемпионата грузии иметь лучшую академию это все необходимое у команды есть естественно ежегодно наш бюджет растет и в ближайшие три года мы хотим попасть в группу какого-то европейского кубка и соответственно бюджет тоже тоже увеличится каха это твой друг кореш прям неразбеева да да смотри за тебя он очень сильно вписывался за тебя он прям вообще там сказал все убил от руки прочь от демика и так далее и тому подобное сейчас он мэр города билиси да хорошо кроме хорошего города да не было у тебя соблазна никогда там протискать к хабер давай чуть-чуть там чуть-чуть подружески воспользуемся там бюджетиком городским и замутим какую-то историю футбольную пик обращался к нему с вопросами которые более футбольными да не мы собираемся у нас свой клуб играем турниры которые проводит мэрия города тбилиси играем этот турнир каждый год это все что касается вы разговариваете о футболе с ним два футболиста конечно разговариваем футболе мы играем недели два три раза мэр футболист мировая звезда почему в тбилиси на не ходят на стадион но это же мэр города не виновата что люди не ходят на игра ну алину можно сделать комплекс мер каких-то да можем может он сделать какой-нибудь футбольный фестиваль городе чтобы привлечь людей вот ну типа привлечь аудиторию футболу может он сделать выделить деньги на из бюджета городского на какие-то мероприятия связаны с болельщиком чтобы заставить людей оставить людей ходить на футбол в грузии в регионах ходят более-менее но в тбилиси катастрофическая ситуация вообще до 0 до не ходят мэр города что может делать ты с ним обсуждал эту проблему не к сожалению нет может поговоришь хорошо я был задам а гостя столица мы приезжаем на футбол и нам говорят о том что я спрошу сколько людей будет на стадионе до 200 это не нам говорят типа ну 50 в смысле это родители до 50 родители и судей наверное не тот уровень не тот уровень и тот уровень который привык народ смотреть на больших футболистов не интересно смотреть нет денег нет звезд да нет звезд не дойти до нити лучше посидеть по телевизору посмотреть ну вы же знаете что мы в грузии и что грузины невероятно гостеприимные люди и как только руководство сабуртала узнала что любители в тбилиси они моментально пригласили нас на свою базу и в детскую академию тренер академии уже на поле пойдемте сходим пообщаемся с ним ребят привет здравствуйте женя меня зовут привет и так зовут кизай а так а тогда кизы заберем его слову на пару минут хорошо вот где мы находимся расскажи мне чуть тренера академия правильно мы находимся сейчас на стадионе бендела где тренируется наши маленькие ребята до 19 лет это первый стадион клуба на начало 1999 года сабуртала начал на маленьком школьном стадионе где была маленькая две группы и одну через 20 лет мы уже росли у нас сейчас 800 где-то около 800 учеников наша команда первая команда нашему детьми перешел первой лиге потом выше в лиге через три года выиграли в еще лигу потом кубок выиграли и в этом году фото двадцатого года смысл и вы как клуб тоже смог смог сдвинуть трона непобедимый динамо тбилиси так что выиграли кубок кубок у динамо тбилиси последнем матче когда мы стали чемпионом конкретно выиграли динамо динамо тбилиси стали чемпионом уже два матча не было никаких шансов глава теоретических шансов я слышал что сабуртала это в грузии называют грузинский маяк сам что большой акцент вашем клубе вашей академии на воспитании детей и вы хотите чтобы ваши дети играли в топ клубах европы правда ли сделал у нас такой что ми у нас своя собственная философия наша задача чтобы наши футболисты всегда и везде играли первым номером наша философия всегда контролировались мячом и вели агрессивные на стадии на поле не имеет значения с кем играем думаем что дает наша эта философия наш результат потому что наши футболисты многие футболисты играют юношеская команда в сборной команды грузии и наши футболисты вышли в нашу команду нашу первую команду многие играют и играют за ребежом очень многие наши ну наши ученики кто это сейчас тренируется я вам покажу два парня которые на здоровье эти два парня они играют в 19 лет в нашем команде и за играются сборник грузии до 17 лет это будущее грузинского футбола это будущее грузинского футбола и будущее сам клуба саму того расскажите вообще почему сабартало почему вы не в динамо тбилиси динамо тбилиси этот клуб такой он с историей до сабартало это новый клуб такой маленький такой стадиончик почему здесь они говорят что нам было 6 лет когда мы начали на маленьком стадионе что я говорю там школе в мире росли в сабартало мы любим этот клуб и начали в этом клубе играть знаешь как это есть дворовой футбол когда пацаны просто выходят во двор и просто гоняет мяч между вот таких вот домов этот клуб остается навсегда в сердце вы просто патриоты этого клуба и даже если вам сейчас динамо тбилиси скажет давайте переходите к нам на какой-то контракт вы не пойдете они говорят что они говорят что мы сейчас как в родном доме в каком клубе ты хочешь играть через пять лет допустим сколько тебе лет сейчас я думаю сейчас самый такой возраст они хотят играть через пять лет германии или испании самый выдающийся грузинский футболист за всю историю историй ящик волосы гомучений нет не собор того а все вообще а вот а лайков калаха каладзе поговорить что потому что он очень много работал нас на себя и и потому что он народ города до однажды хацкевич рассказывал в интервью о том что единственный человек с которым он дрался у себя на тренировках это был ты да что происходило вообще потешало там с хацкевичем за за руку были он говорил что было несколько раз когда вы прям там сцеплялись невероятно потому что ты как-то себя вел не так ты помнишь этот факт ну драку 2 пошло это прям до крови было дни он говорит о том что он типах был такой серьезный парень а ты был такой разлетай давай сейчас делаем быстро все его это бесило невероятно знаешь он постоянно пытался тебя вот ну вот на тренировках пытался туда давай работа не хотел идти подают давай я сейчас я ну куда все равно должен работать селю кто для тебя был дмитрий агент да 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 ну уже знаешь агентом это сейчас уже дружим до сих пор созваниваемся созваниваемся вот эта история когда ты подавал суд нас это было хорошо смотри сейчас прошло уже очень много лет дела как уже закрыли поиск по стечению времени да там все сроки прошли там можно честно сказать это была твоя инициатива и не общая как бы и стадила конечно но общее это же было для футбола хорошо и ответственно это делать до ответственно но это было на что-то рассчитывал ну у нас было много легионеров да очень много для клуба делал пользу и для тех клубов ты переживал в тот момент что ты не будешь играть тогда на именно ты же когда был основным игроком мнение или переживать вообще не для меня тогда дышленкович до 100 до обратно да да тогда я у меня как бы гарантированно было состав потому что я там стал лучшим бомбардиром играл хорошо забивал в каждой игре но я же не для себя тоже для для клуба страна для клуба все хочу в украине в на тот момент у людей создалось впечатление что дмитрий сельюк знаешь взял вас ну то есть это человек который зарабатывал на легионерах постоянно давно это его работа было он был агентом агентом но он давал очень сильных футболистов да это сто процентов но в том что 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 рисковала чем больше чем больше не зарабатывать именно поэтому сложилось тогда ощущение что это была инициатива селюка и что селюк хочет просто пошел так пошел нападение прошел это был это был 2002 дали на поле часа но уже 16 лет помнить детально я уже не смогу постарели мы уже это пресс-эташе клуба сабуртала и огромное спасибо он нам помог все организовать и очень много вещей мы сделали благодаря ему как думаешь сколько всего кубков здесь наше задача не выигрывать самое главное что наши футболисты играли большой а потому что это футболисты играют сто процентов это футбол это воспитанники клуба у нас был гостях вот у мадеус это игрок наш лошадвари но он же идёт в сборной грузии и он сейчас улеброва это фотография михаил мисы это не просто так висит потому что наши дети должны знать что какие ведающиеся футболисты наши предки и чтобы расти на их стопах это имени михаила мески стадион на зона на котором сейчас сабуртало играть сейчас мы с вами перед кабинетом генерального директора клуба сабуртало и нам обещали показать супер кубок грузии которые сабуртало выиграл в этом сезоне это оригинал до только круто я трогал супер кубок грузии ребят напишите ты для украины не чужой человек ты играл в донецке ты на раке или ты игрался на и вида и в арсенале трех клубах и в двух городах да где у тебя зарплата была выше металлургами на металлург самая высокая за всю карьеру твоя ножки и сказать не могу хорошо не говорит на ну приблизительно это много было прям да прямо это несколько миллионов в год долгие на такое несколько миллионов миллион был но плюс-минус да скажи а дети комфортнее было в донецке или в киеве жить киев типа столица там была куча клубов ночных масса развлечения донецк это была такая провинция был миллионим миллионим на порт-нокс был до в киеве был декаденс вы в декаденс заходили просто ну как звезды кто считал звезды я не знаю вот и он заходил заходить это конечно смотри милевский рассказывал о том что как только он появлялся в каком-то олгон кемеля сейчас она сейчас нет он беларуси на на русском стал чемпионом беларуси и вот он рассказывал как только они были игроками он появляется в клубе вокруг него сразу же была куча девочек да то вот эта вся история у тебя так было ну было да конечно девушки конечно увидев футболистов сколько женщин стояла тогда не помню но очередь была до очередь до не было такого и такие расы начинают ходить вокруг тебя некоторые наверное ходили да вообще киев для гулянки хороший город я вам привет привет как дела отлично все спасибо смотри мы находимся сейчас на тренировочном стадионе сабуртал да ты играешь в основе этого клуба сейчас да и и правда ли то что ты начал свою профессиональную футбольную деятельность 16 лет 15 15 я первую игру провис на 15 оставной локомотив потом я играл 16 лет уже сборный первый игру против украины кстати да твой дебют был против украины да это знаков кто-то доезжал сборную к это был восьмой год да смотри можешь шевченко ребров наверно играл они еще играли шовковский точно играл он до сих пор хракалат и гладкий играл потом не били вместе играли львови я играл в один год карпа саша он с играл какое-то время в европейских чемпионатах что это были за клубы это был шальки я точно играл шалки потом играл в карпатах один год в украине очень хорошее время очень хороший год и у меня там потом я играл фортуна в дуссельдорф еще в германии кот потом перешел славию праг и мой последний команда был в луксембурге туда линж и потом я переехал здесь уже в сабуталу насколько тяжело грузинскому игроку закрепиться европейском чемпионате очень очень тяжело европейский уровень это очень очень сложно невозможно сразу с грузинском там надо за 100 выложится и очень очень как думаешь почему в грузии не ходят на футбол на стадион так у меня ответ нет но у нас есть такой никто никто нет думаю время для футболах у вас тоже в украине сейчас тяжело бель время и был то есть приблизительно похожая ситуация я думаю что людям не до футбола сейчас немножко да я тоже так думал ну когда я играл в украине то до войне там был все хорошо да 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 до 14 года прям очень много людей ходили на игру в львове не очень нравится там смотри клуб сабертала называют ну по крайней мере мы слышали мнение о том что это грузинский аякс это клуб который воспитывает которая очень мощная академия которая воспитывает классных игроков из вот таких пацанов это правда да это правда не видим сабертала уже четыре года играет вещи легию и уже все выиграли выиграли чемпионат кубок и суперку по их сабертала играет воспитанники клуба в основном да смотри давай сейчас проведем небольшой тест давай мы сейчас возьмем пацанов из академии и мы с тобой в одной команде против десятерых или там двенадцать сколько наберёв пацанов другой посмотрим смогут ли они когда-нибудь пробиться в европу как хорошо посмотрим я футболки сабертала и сейчас я сливаем против вот этой аравы будущих игроков реала барселоны баварии короче сейчас мы все сделаем девяточка видишь так давайте на свою половину ушли круче ребят я в отличной спортивной форме как вы видите поэтому сейчас начнется у меня есть человек который играл в шальке давай судья ой ёбка на свою половину ой ё-ой ё-ой 2-0 Играет музыка. 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 понадобится месяцев три чтобы сбавить грузинская кухня которая наверное для меня одна из лучших в мире вообще самая вкусная как ты грузин занимаюсь профессионально спортом в грузии можешь держать себя в форме тоже не держаться спортсмен это же не рекомендовано каждый день уж есть макароны есть курица рыба ты играл в футбол ты был на диете да то есть вас клюка надеть ушел то что должен кушать спортсмен сейчас то что кушать все подряд почему-почему ты вот так выглядишь а я вот так должен соблюдать дед тренироваться и не кушать каждый день сейчас из-за вас я кушаю так запомнили да и кто заставил димитрат заголовок кто заставил димитрат за есть хинкали сделай нам мастер-класс как грузины идут сперва сперва говорит надо выпить сок а потом кушать подожди я не знаю надкусить смотри а не не вот я так и сама делаю как вот вот так море но мара хорошо мы нашли снимаем иначе я бы не влез в кадр точно знай о том что в киеве тебя до сих пор безумно любят помнят и всегда ждут гости когда ты последний раз был в киеве 2-3 месяца назад 23 ты в гостях у кого-то да там мой друг зампосол грузинский зампосол в украине давид бочаришвили кем-то из футболистов сейчас динамовских встречал на турнир на турнир вы приезжаете в азию гену последний рада ващук был тихо струк был каждый год встречаемся здесь у нас и динамовская футболка это абсолютно нового образца форма игровая в которой сейчас динамо это новая да нью-бэланс которые они они сейчас играют на этой форме здесь есть автограф лобановску мы хотим чтобы ты поставил здесь свой автограф рядышком и мы эту футболку разыграем среди наших подписчиков и среди твоих фанатов которые будут смотреть это хорошо обязательно лобановский плюс ими равно и так ребят вот эта футболка которую только что подписал для вас а георгий димитраза достанется кому-то из вас как обычно розыгрыш у нас в инстаграме и подписывайтесь лайкайте это видео подписывайтесь на канал подписывайтесь на наш инстаграм и кто-то обязательно заберет эту футболку георгий димитраза обязательно спасибо ждем ну и как всегда давайте я вам расскажу во сколько нам обошлась поездка в грузию и так авиаперелет мало это в районе 200 евро на человека туда-обратно такси из аэропорта в центр тбилиси 30 лари это где-то 300 гривен проживание мы снимали отели в центре тбилиси это такой мини отельчик и двухместный номер вам обойдется где-то 3000 гривен на четыре ночи ну посчитайте сами сколько за ночь обед в локальном ресторане хинкали хачапури чебуреки шашлык очень дешево на самом деле гривен 200 250 на человека вам обойдется ну и грузинское гостеприимство бесценно ребят 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 стоп секундочку самое главное спасибо за ваши просмотры лайки и кстати вот здесь посмотрите наше очень крутое видео из неаполя а вот здесь трэш и угар от банка айсус